У меня еще один вопрос есть. От Анатолия Павловича, он мне поможет. Анатолия Павловича, в какой-то работе Ленина, мне кажется, это выступление перед работниками политологии или Нарабраза. Вот это Ленинское определение. Диктатура слова кровавая, тяжелая. Эдаких слов на это не бросает. Именно там, в работе, в которой вы обозначили субтитры. Да, работники политбросвета. И другое тут. То есть не в этой работе, а в другой. В диктатуре есть борьба насильственная и мирная, военная и хозяйственная, организаторская и педагогическая, против силы традиций старого общества. Посмотрите, какая разъемка. Диктатура пролетариата, пролетариат не смог бы стать руководителем масс, если бы он опирался только на собственные силы и не вел за собой. И полупролетарскую массу. Массу трудящихся. Не только полупролетарскую, а и непролетарскую. И непролетарную. Полупролетарную и непролетарскую массу. Без этого он бы своей диктатурой не осуществил. Вы посмотрите, сколько у Ленина. Кстати, этих характеристик диктатуры у Ленина не две, не три, не пять. Великое множество. Как уточнялось, это все. Вот на этом тоже диктирую свое внимание. Пожалуйста. Здравия, Коману. У нас ведущие передовые страны, Англия, Франция, Германия, имеют передовой мощный рабочий класс. Почему так не происходит? Рабочий класс втрое больше куплен за счет прибыли транснациональных корпораций, чем это было во времена Маркса и Ленина. То есть, не хватает? Это причина. Это первая причина. Куплен. А возьмите наши профсоюзы шмаковские. Разве это не те товарищи, в том числе из Газпрома, рабочие, которые куплены сумасшедшими окладами в буржуазии? Правильно тогда я вас понял, что получается... Они за коммунистами не пойдут на борьбу. Пока у транснациональных корпораций есть средства на покупку рабочего класса, никакого движения из его среды революционного происходить не будет. Серьезного движения не будет происходить. Но империализм становится тормозом развития общественных производительных сил. И рано или поздно это коснется и развития. Мы бы могли быть уже далеко впереди, но нас буржуи очень сильно тормозят. То есть, путь к революции это обанкротить буржуи? Нет, мы их не обанкротим никогда. В Агенщина? Нет. У них не хватило средств на покупку рабочего. И он начался в азиатских и в африканских странах. Этот путь уже начался. Потому что как только они лишатся тех прибыли, которые там они ковали в транснациональной корпорации, как только там установится власть трудящихся, хотя бы народно-революционная диктатура, так они резко потеряют возможности не только покупать свой рабочий класс, но и давать деньги на Майданы на всякие и на всякие оранжевые революции. Не потому ли, так наводящий по ходу вопрос, или не потому ли в Африке, в арабском мире, вот это идет череда цветных революций, чтобы предупредить возможность прозревания пролетариата там. Нет, это попытка народной революции повернуть в русло, удобное для буржуазии. О! Да. В том числе местной буржуазии. Нарождающейся местной буржуазии. И в этом ли отношении мы рассматриваем, можем рассматривать использование фашизма на Украине сегодня для предупреждения перезлона, пробуждения. Так, есть еще вопросы? Позволите, у меня когда действительно возник уже один вопрос. Последний. Да, я продолжаю логику. Мы только что выяснили, что у крупной буржуазии, у крупного капитала есть средства на покупку рабочего класса. И для того, чтобы простимулировать революционный процесс... И сверхприбыли. Ну, совершенно верно, да. Желательно бы количество средств в крупной буржуазии, используемые на эти цели, уменьшить. Но! Поставим себя на место наемного работника. Его уровень, его качество жизни при этом сократится. Не получится ли, что мы начнем действовать в противоположных направлениях? Я поясни, Юрий Павлович, откуда у меня возник вопрос. Я последние дни общаюсь с малозёжью. 30-35 лет. Которые из разных социальных слоёв. В основном, так сказать, это и правильные рабочие, это и интеллигенция. Но ответ очень общий. Знаете, вот Украина, мне это не всё равно. Не надо иметь те возможности, которые я имел. Ну, классика, это канал Дождь, который плачет по этому поводу. Мы прекратим возможности, потеряем возможность летать за Амарами в Париж. Вот этого противоречия у нас не будет. Что мы будем действовать, пытаясь разбудить революционность, мы будем оттуда получать протест, связанный с ухудшением качества жизни. Протесты были в Советском Союзе, начинались и в Германии, в ГДР в конце 50-х годов. Эти протесты породили возможность контрреволюционных путчей в Венгрии, в Чехословакии и так далее. Это всё результаты мелкобуржуазного влияния рабочего класса.